Ликование вызывает и искусство, особенно когда ты к нему можешь прикоснуться. Такого принципа в своих работах придерживается морманский декоратор Татьяна Лукина. С автором необычных произведений искусства побеседовала Екатерина Дементьева. Для того, чтобы стать художником, не обязательно всю жизнь рисовать. Порой достаточно почувствовать огонек внутри и стремление взять в руки кисточку, а дальше начать творить. Благодаря знаковому душевному порыву рождаются целые выставки. Так случилось с Татьяной Лукиной. Девушка более восьми лет занимается в мурманске декором, но во время длительного отпуска в умиротворенном месте раскрыла в себе новый талант. У меня сохранилась акварель со школы. Я зачем-то ее положила в чемодан, когда собиралась в отпуск. Это не объяснить логически. И где-то спустя полгода я решила сходить на небольшую встречу девушек. Ее организовывали две художницы на Бали. И там просто приходили, каждый рисовал, что хотел, как хотел, как умел. Это не был мастер-класс, просто такое пространство, где можно было что-то порисовать. И вот как раз первая работа там в течение двух часов и появилась. Я по-другому не могу сказать, потому что я никогда так не рисовала. Первая работа, как и последующие, сделанные за полтора года, теперь украшают авторскую выставку «Татьяна. Проявляйся». Каждая работа впитала в себя частичку индонезийской атмосферы. Нужный антураж также создают и тематические арт-объекты. Например, цветущее дерево в центре зала. А основной посыл произведений искусства – проявление и развитие внутреннего потенциала. Здесь есть сами работы, которые являются оригиналом. И есть вот такие большие полотна. Причем тоже они стали возможными благодаря тому, что я фотографировала работу на этапе до наделения ее цвета. Я не знала, зачем вообще, просто так фотографировала, думаю, ну просто. И в итоге, когда я понимаю, что я хочу интеграцию гостей в работы, чтобы каждый смог большими штрихами этого внутреннего ребенка в себе взбудоражить, дать ему проявиться. Каждый может прикоснуться к искусству и через искусство прикоснуться к внутреннему «я». Рисуя, погрузиться в себя и выдать на бумаге свои мысли и чувства. А выставка, представленная в Мурманске, к этому располагает. Здесь был месседж, главное, он в названии выставки. Здесь важно, чтобы человек, во-первых, который сюда придет, он немножко такую эмоцию испытал, удивление. Подумал, боже, вот это такое возможно в Мурманске, такое возможно вообще сделать, а мне можно здесь нарисовать. То есть как будто бы слово «можно» здесь является такой базой. Наша съемочная группа не стала исключением и оставила свой след в истории «Проявляйся». Субтитры создавал DimaTorzok